Здравствуйте, товарищи. Я смотрю, у нас тут гонка за самый физичный доклад. Напоследок мы оставили интересный докладик на тему верстки, плагин для Android Studio. Здесь мы будем в основном посмотрим красивые картиночки и попробуем решить одну из проблем разработчика. Это когда Коа разворачивает таску, потому что у тебя немножечко паддинг поехал. Сами паддинги мы двигать особо не будем. Я просто хочу показать один из подходов, к которому пришел, чтобы уменьшить количество таких разворотов. И, как правило, умный пирожок, который ответственный за свою работу, хочет проверить, что он там наверстал, что сделал, и для этого он идет в Figma, но это не обязательно в Figma, может какой-то другой процессор картинок. И это не самый лучший инструмент для такого, в основном потому, что Figma, как и любой другой процессор, находится очень далеко. Чтобы сходить и сделать вот такую проверочку, как на примере, необходимо создать новый документ в Figma, который есть в Write Access, потом нужно сделать скриншот на устройстве, скопировать это все в Figma, подогнать по ширине, выровнять по высоте. Короче, пошла жара, много шагов, но нафиг, я же знаю, я 12db написал, как бы еще может пойти не так. Все очень просто. И из-за этого иногда возникают косяки, какие-то простейшие, из-за которых происходят развороты. И это уже, говоря только о простых случаях, когда, например, простые сдвиги происходят. Если мы будем рассматривать что-то более техническое, как на этом, пример, попробуйте присмотреться, особенно к первой линии. Видно ли там что-нибудь так? Кстати, на презентации даже лучше видно. Видно то, что что-то вызывает мигрень. А что вообще происходит, непонятно. С такими проблемами тоже можно встречаться. Потому что все-таки фигма не для этого придумана. И, собственно, отсюда появилось такое желание, что нужен другой инструмент. Еще конкретно моя боль. Это наша потрясающая папка документы после сессии вот таких проверок, которые наполнены исключительно качественными документами, без повторов, без какой-то непонятной... Ну да. Вот такие дела. Вот это конкретно моя боль. Хотелось, чтобы была какая-то структура красивочная, чтобы не надо было удалять за собой. А у тебя там что-то по папочкам рассовано. Если надо, ты идешь назад, такой, опа, у меня уже есть. Вот. Давайте просуммируем, что получается. Хочется что-то такое, чтобы было очень близко в студии, и желательно вообще однокнопочно. Это вот два поинта первых. Это все про однокнопочность, потому что чем больше шагов, тем больше вариантов того, что мы скажем, да ладно, я уже как бы правильно все написал. Вот. И как раз, когда решал вообще, как можно решить такую проблему, появилось решение, что нужно делать в студии. То есть это изначально даже плагином не было. Это была просто идея, но в студии вот хорошо. Хочется файловую структуру, и так как мы все-таки свой код делаем, было бы интересно попробовать не просто альфа-наложение, а извращаться, может быть, мы придумаем какой-нибудь такой клевый способ наложения. Вот. Это поинты, которые хотелось бы задрессить. Вот. Сейчас у нас будет как раз демочка обещанная, после которой мы уже посмотрим, что там под капотом происходит. Так что, с вашего позволения, я тут немножечко... Здесь есть Android Studio, небольшой проектик. В нем уже открыт эмулятор, и как раз верстечка из первого примера. Вот здесь у нас еще окошечко с плагином. Много каких-то непонятных штук, не суть. Первое, что нам нужно, это, собственно, получить наши референсы, эталонные макеты. Вот. В Figma очень потрясающий интуитивный интерфейс. Смотрите, у меня есть врать доступ, кнопочка экспорт снизу, есть нет врать доступа, она сверху, но не суть. Я думаю, найдете слово экспорт. Выбираете множитель под экран, хотя это смотря, как дизайнер делает. Экспорт. Все. Самую муторную часть мы сделали, у меня тут уже были заготовочки. Самой муторной частью мы закончились. Можно идти, сверять, проверять. Берем экспорт, PNG-шечку, и вот так драг-н-дропаем в экран. И, кстати... А, нет, нормально. Я просто слепой. Извините. Мне просто две руки надо. Вот. Мы видим наш референс в окошечке с плагином. Можем его немножечко подвигать, позумить. В принципе, уже что-то такое условно полезное, можно сказать. Но давайте все-таки сделаем наложение. Справа работает эмулятор. Это live demo. Рефрешим девайсики. Получаем один наш эмулятор. Make screenshot. Бум. Наложение готово. Что мы тут видим? Во-первых, обе картинки сразу перебились к какому-то условному верхнему левому краю. То есть они сразу выровнены. Они выровнены по ширине и сохраняют соотношение сторон. То есть для каких-то таких эталонных макетов продуктовых вся конфигурация была только что сделана за нас. Мы теперь можем просто позумить и посмотреть на моменты, которые нас интересуют. Я как раз хотел обратить внимание именно на поиск. И вот справа от него аватарочка. Давайте на них поближе посмотрим. вот здесь видим какое-то расхождение. У нас есть парочка слайдеров, с помощью которых мы можем поманипулировать этим наложением. Начиная с альфа, видим целиком только референс. Я буду называть его референс, потому что это не всегда макет. Мы об этом чуть побольше поговорим. Полностью вправо видим только скриншот. Окей. У нас есть какая-то инфа о том, что макет референс уехал вправо или скриншот уехал влево. Можем подвигать чуть-чуть слайдер reference x offset. Это значит, это offset для, offset x для референса. То есть для макета. Давайте его влево попробуем подвигать. И тут видно, что он еще в дебешечках пишет. Оффсет, что удобно. Вот. Похоже на правду. Можем таким старым, добрым способом так. Похоже на правду. Вот. После этого мы накатываем какой-то фикс, делаем новый скриншот. Все параметры остаются такими же, весь зум остается такой же. У нас просто новая картинка появляется поверх. Картинка скриншота. Вот после чего мы там откатим ведь offset, и у нас все сойдется, и замечательно. Но это очень такой простой экземпл. Не хочется на нем сильно закапываться. Давайте глянем второй пример с типографикой технической. И что мы можем сделать с ним? Оно произошло. Новая студия. Извините, мне ее надо ребутнуть. В студии есть прикол, то что что-то перехватывает рак-эндрог, потом его больше не отдает. Такое бывает. Это кри-класс. Все нормально. Окей, потянем. И, кстати, заметь, у этого референса нету хедера. То есть у этого референса нету хедера. Нам придется сейчас это фиксить ручками. Поехали, откроем. Реализацию. Вот она. Нашли. Сделали скриншотик. Вот. Хедера нет. Придется выравнивать ручками. Выравниваем. И видим плюс-минус такую же ситуацию. Ничего не понятно. Давайте приблизим чуть-чуть. А это я вообще закрою. Больше не надо. Ну, тут по альфе видно то, что есть еще какие-то сдвиги, но тут уже история не про альфу. Тут есть второй уже режим наложения. Называется PixDiv. Который будет сравнивать по пикселю. Нажимаем его. Все стало серое. Вон там зеленый свет какой-то засветился. Ему надо выкрутить чувствительность. Крутим на макс. И смотрим, как начинают появляться детали. О, макс чувствительность. Сразу выделяется несколько ключевых цветов. Зеленый, красный. И на пересечении такой затененный цвет скриншота. Вот этот затененный цвет скриншота, это где макет и скриншот сошлись. А выделение зеленым, это где... Выделение зеленым, это где выделяется скриншот. Выделение красным, это макет. То есть, по этому скриншоту мы видим, что скриншот выше. Давайте, значит, макет опустим. Вот, выровняли. По верхнему краю. Видно, что бейслайн уехал куда-то вниз на скриншоте. Потому что зеленое снизу, значит, на скриншоте все вниз уехало. И почему-то высота контейнера тоже не сошлась, хотя line height у всех выставлен абсолютно одинаково. Посмотрим поближе. И есть такая функция интересная. Можно левую кнопку мыши такие боксики порисовать, которые тоже с учетом демпсиков пишутся. Она на самом деле немного сомнительная, но она есть. И у нас еще есть парочка кнопочек. Save Result. Сразу нажму. Save your port. Замечательно. Нажали. И пойдем посмотрим, что они сделали. Это как раз тема файловой структуры. То есть, у нас в проекте появилась папочка devfiles. В ней main. Main это по названию ветки. У каждой ветки будет своя папочка. Так, кстати, видно? Да, вроде видно. Плюс-минус. Вот, появляется папочка. Появляется папочка по названию ветки. И внутри видим все скриншоты, которые мы делали до этого. Это скриншоты с девайса. Тоже скриншоты с девайса. И дальше видим Result и ViewBoard, которые мы сделали. Result это картинка всего наложения. И ViewBoard это только то, что мы видели в ViewFinder плагина. То есть, это такая полезная тема, чтобы ее можно было кому-то отправить. Сфокусировать внимание, показать вот боксики и сказать, типа, чел, знаешь, что здесь происходит? Давай поглянем. Вот. Допустим, окей, мы взяли вот эти потрясающие ПНГшечки, пошли в чатик, обсудили с ребятами. Такие, окей, поняли, это такая-то проблема. И накатываем фикс. Готово. Сделали фикс. Делаем следующую проверку. Новый скриншот. В этот раз все сошлось. И вот здесь вот очень интересная тема. Видно, что хоть все и сошлось, но текста все равно по чуть-чуть расходятся. Это проблемы в основном того, что Android и Figma рендерят шрифты по-разному. С этим особо ничего не сделаешь, как мне кажется. Но почему-то ширина контейнера все равно одинаковая. То есть, конкретно Figma и Android не согласны с тем, как это работает. А вот на второй строчке есть очень интересные артефакты. Бордер сразу светился зеленым. Нам это говорит то, что на скриншоте бордер оказался шире. Так что цвет зеленый, значит, скриншот виноват. Бордер оказался шире. И используя альфа наложим, то я альфа нажму и увидим. Если вот этим вот не заниматься, никогда не увидишь то, что было, есть какое-то расхождение. И вот эта тема на самом деле очень прикольная. Мне буквально на этой неделе повезло как раз в такой юзкейс зайти, когда делаешь рефакторинг, и за референс у тебя предлагается не какой-то макет из какой-то фигмы, который по-своему рендерит, а ты делаешь скриншот прям с устройства. И его же используешь как референс. То есть до рефакторинга, после рефакторинга. И в таких случаях засветится только при каких-то расхождениях уже, не считая вот этих мелких технических непоняток с конкретными рендерерами. А при том, что сам алгоритм сравнения на самом деле крайне тривиальный, давайте сейчас вернемся назад в презентацию и посмотрим, как выглядит вообще подкапотное всего этого дела. Все, я могу вернуться. Здравствуйте. Первое, что мы обсудим, это работу с девайсом. Потому что важная тема — это девайс. Нам нужно получать с него скриншот, нам нужно получать с него данные, нам нужно получать их список. И в этом всем деле нам очень хорошо помогает АДБ, потому что у него есть. В принципе, все. Я случайно два раза назад. Теперь нажал. Нужно получить список девайсов. У АДБ есть команда АДБ Devices. И ниже представлен пример того, какой АДБ выдаст нам output при такой команде. И это обычный текст, который начинается с строки листов от АДБ Devices. Ее можно тропнуть. И дальше начинается одна строка. Это один девайс. Вначале идет серийник. Устройство — это как раз необходимая штука. По ней мы будем общаться в дальнейшем с девайсом. И дальше набор параметров, которые на самом деле не очень интересны, но можно что-нибудь дернуть в качестве на имя, чтобы на интерфейсе показывать. Но тут еще не хватает инфы о плотности пикселей. И у АДБ в данном случае тоже есть команда. На самом деле у самого девайса АДБ — это просто бридж такой, чтобы общаться с девайсом. Shell VM Density, или команда устройства VM Density, которая возвращает нам строкой физическую плотность пикселей. В данном случае 480. Размер АДБ, он по определению — это как физическая плотность делить на дефолтовую. А дефолтовая — 160. В коде мы это и сделали. Взяли вот эти 480, поделили на 160, получили три. Стандартные там HDPI устройства. На этом у нас список устройств, в принципе, готов. Есть name, есть серийник, есть плотность. Осталось только получать с него скриншоты. Здесь АДБ тоже уже все готовенько. Есть команда ScreenCup, которая возвращает бинарный стрим финальной PNG-шки с устройством. То есть команда ScreenCup сделала скриншот, и через Watt-B отдает его нам, прямо в STD-out в виде бинарного стрима. Отправляем его в какой-нибудь файл, обзываем этот файл .png. Готово. И работа с устройством на этом закончена. Дальше уже пойдем рисовать наложение. Здесь я повыкидывал кучу частей того, как конкретно работает рисование в плагинах. Но для тех, кому интересно, это JALSWING. Сильно в него закопываться не будем. Хочется именно какие-то детали посмотреть. Наложение работает по логике, во-первых, то, что устройство является источником правды для размеров. Потому что логика такая, что на макете можно тысячу на тысячу сделать. Может, десять тысяч на десять тысяч. Это все такое. А устройство, даже если это эмулятор, там плюс-минус реалистичные данные. Поэтому устройство всегда является источником правды для размеров. Берем с него размер. Чуть ниже получаем из PUL-I картиночку для reuse. Дальше рисуем подразмер скриншота. Рисуем наш макетный reference картиночку с аффсетами. Потом кладет композит. Сейчас поговорим, что это такое. И выше кладем скриншот. То есть reference, композит, скриншот. Композит. Что это такое? Это логика наложения двух картинок. У нас их тут представлены две. Одна — это наложение по альфе. Но это совершенно дефолтовая тема. Поэтому в ней закапываться не будем. А вот второе — это пиксельный div. Это уже кастомная тема. Как он называется? Интересно. Окей, вперед пойдем. Это пиксельная разница. Второй метод наложения. Как он оттемный? Вот. Я тут повыкидывал весь boilerplate. Джавовский потрясающий. Оставил только один метод. Это метод конкретно вычисления цвета, пикселя. Давайте другим. Вот так вот. Метод конкретного цвета. Где А — это цвет из скриншота. Б — цвет из макета. И в буфер мы должны положить результат. Логика следующая. Берем скриншот. В поляркости. Сразу кладем его. Чтобы хотя бы было видно, что мы сравнивали. А дальше берем суммы RGB компонентов, скриншота, макета. И смотрим, их дистанция между ними больше ли, чем какая-то минимальная. Минимальный диф настраивался тем слайдером, у которого чувствительность. Если разница становится достаточно велика, логика триггерится. И в зависимости от того, какая длина больше, подсветит нам либо зеленым, в случае, если скриншот ярче, либо красным, в случае, если макет ярче оказался. При этом такая логика работает только если у нас картинки скриншота и макета хотя бы приблизительно одинаковые. Если мы будем сравнивать, например, какие-нибудь JPEG, причем из разных источников, это будет просто шум, к сожалению. И сама по себе логика довольно простая. Тут можно себе представить применение, допустим, каких-нибудь edge-детекторов. Или можно поиск пикселя в радиусе. Например, если мы найдем правильный пиксель в радиусе 0,75 dB, то будем считать это техническим расхождением. То есть тут есть хорошее пространство для экспериментирования, так как и этот алгоритм — это тоже экспериментирование. Я вначале пытался через остатки отделения что-то напридумывать, но по итогам вышло вот в такой алгоритм. Вот это еще большой объем интересности, который можно накопать. И в принципе на этом все. Если вам интересна подобная штука, и вы хотите тоже попробовать какое-то метод наложения, у вас есть на уме, допустим, там edge-детектор, что-то такое интересное в голове прокрутил, то здесь по QR-кодику или по ссылочке ниже текстовой можно найти исходнички. Там еще в папочке dist можно найти уже сразу собранный плагин. Его можно чуть ли не просто драк-н-дропнуть в студию, но лучше там по гайду, который в редми написан. Потому что драк-н-дроп четко через раз работает, очень интересный, интересный. Вот. Все, господа, спасибо, что послышали. Спасибо большое за доклад. У меня достаточно простой вопрос. Я вот и заметил, что это офигенно удобный инструмент, и что я бы тоже его юзал, но есть проблема. Я iOS-разработчик, и не надо, чтобы он был в экскозе. В связи с этим у меня такой вопрос. Есть ли у вас намерение развивать дальше плагин, возможно его в какую-то приложенку отдельную вытащить или на другие дэшки его расширить? Что-то вот такое. Кстати, этот плагин, он не так сильно завязан на конкретной интелли-джелевскую IDE. Во-первых, он не зависит вообще от Android Studio. То есть его можно на PHP-шторм какую-нибудь натянуть, если есть желание. Или на обход, например. Но я, насколько помню, это деприкейт-тема. Вот. Там чуть-чуть подреворкать, и в принципе его можно собрать как стендалон-приложение. Он завязан только для того, чтобы понимать, какая ветка у нас, и находить, где находится ADB. И все. Ему больше ничего не надо. А, вообще кайф тогда. Спасибо. Да, там рукой прям подать, и все. Это будет стендалон-приложение без проблем. Спасибо за доклад. Очень интересно оказалось. Вот. Я изначально немножко скептически отнесся, потому что, ну, верстка, Pixel Perfect, это вечная боль мобильных разработчиков. Собственно говоря, вопрос. Вот. С моей точки зрения, если бы у нашего дизайнера было, он бы знал о том, что такое возможно, мне бы вообще жизни не было. Вот по вашему опыту, это облегчает работу разработчика такой инструмент, или лучше его удалить с гитхаба и никогда не показывать дизайнерам? Мне он очень значительно облегчает, потому что мы уже с ним работали, конкретно с этим лагином, и вот с воуткутами. Потому что эти примеры, они как бы перефразирование того, что действительно происходило. Я это просто скукожил немного. Вот та тема с типографикой, вот как раз такими скриншотами мы с ним общались и разбирались, что тут происходит. И потом нашли, что это фонпатинги. Вот. Поэтому, как по мне, на самом деле хорошо помогает, если у дизайнера есть понимание, что, например, Android будет по-другому рендерить альфу чуть-чуть. То есть на каких-нибудь скруглениях там будет чуть-чуть расходиться. Текст будет немножечко по-другому рендерить. Если есть такое понимание, то это наоборот очень хорошо. Потому что любые непонятки, можно с ними будет прийти, и, возможно, если сам не догадался, кто-то другой догадается. И хайдмайндом решать проблему. Спасибо. Спасибо за доклад. Сам недавно, наверное, такую перфект верстку делал, но у нас дизайнер смотрит глазами. Вот. У тебя это сделано более профессионально. Также я вот увидел пример, давайте я там include for padding. Поехали. Видимо, это компост как раз. Вот я тоже недавно с этим столкнулся. Для тех, кто не знает, компост скажет, что они теперь будут по умолчанию его отключать. И второй момент, который, может, я ловил, это с текстайлом еще там есть высота, где trim указывается. В общем, вопрос в чем? Какие еще проблемы удалось так определить? Потому что действительно, наверное, как разработчик, ты ставишь там какой-то отступ, текст указываешь, и тебе кажется, что будет все работать. Но вот какие-то такие моменты всегда всплывают. Кроме композа, может, что-то у вас еще было? Что постоянно светится, когда я так проверяю, это бордеры. То есть скругление постоянно, очень легко видно. И шарина бордера, если используется. Вот такие вещи постоянно начинают светиться. А пользовался ты до этого андроидовым developer options, когда live advance рисуется? Или ты сразу перешел к этому решению? Я пробовал пользоваться, показалось немного шумно, если честно. Не очень разобрался, подумал, ну нафиг. Спасибо. Спасибо за доклад. Разработка внутренних инструментов — это всегда кайф. Интересно и полезно. А где это у вас в команде по пайплайну разработки? Это уже где-то после сайпшост-тестов разбираете, какие-то кейсы сломаны или как-то иначе? Это наболело просто. У меня. И я предложил, давайте попробуем взять как он говорит. Это не как горячая задача, которую я прям сейчас буду делать, а как просто. Есть downtime, ну можно покопаться. И таким образом вот за две недели вот это родилось. Ну то есть, допустим, это обнаруживают QA на кейбаге или вы сравниваете дизайн-ревью, что-то такое? Это сравнения на дизайн-ревью были и намного легче самому вначале вот так вот пройти. Потому что весь вот этот пайплайн, то, что QA, потом дизайн-ревью, все это разворачивается. Это много времени и мутатив. А если это все можно сделать самому и довольно быстро, то вот. А то есть ты сразу пилишь фичу, делаешь такой compression и смотришь на разницу, да? Да. Классно, спасибо. Еще это очень хорошо заходит при рефакторингах. Потому что за референс приходится скриншот с реального устройства с такими же настройками рендеринга. То есть там вот этих мелких артефактов нет. Там идеально все происходит. Спасибо. Спасибо за доклад. А вот у меня вопрос. На протяжении там более чем десятка лет мы разрабатываем приложения, в том числе и мобильные приложения, веб-приложения и так далее. И везде мы используем относительно единицы. Всегда. Ну, то есть мы в твое время пришли к такому подходу, что пользователю нет времени, нам кажется, да, нашим командам. Всем кажется, что пользователю не совсем есть время смотреть на биксели и прочее. А как бы вы характеризовали причину для перехода от относительных величин к биксели профит? Относительные, ты имеешь в виду процентов, это имеется в виду процентов, да? Когда мы в процентах как-то высчитываем примерно от устройства, это очень серьезная экономия в скорости разработки. Мы понимаем, что это не всегда идеально выглядит, и даже на некоторых устройствах вроде, на которых хотелось бы там может что-то чуть-чуть двигаться. Но мы считаем, что пользователю лучше быстрее дать функционал и прочее. А причины для перехода в биксели профитверстики. То есть вот почему у вас в команде было принято другое решение? Я с вами соглашусь на самом деле. Потому что... Почему такое решение? Потому что хочется делать хорошо, а это как способ ускорения делать хорошо. То есть возможно с подобными инструментами будет резонно уже браться за какие-то вот такие вот вещи. То есть не больше времени тратить на верстку, потому что меньше времени придется тратить на ее проверку. То есть возможно в таком ключе это может помочь. Почему конкретно мы используем такой подход? Потому что приложение очень такой юзерфейсинг, так сказать, и легковесное. Поэтому верстка это большая часть того, чем мы занимаемся. Спасибо. Так, вопросы есть, Акли. Еще раз давайте поаплодируем. Спасибо.